Людмила Грик. Улитки. Читает Виктория Томина. Заросла тропинка бурьяном да кустарником. Толстые стебли крапивы были выше человеческого роста и угрожающе раскачивались на ветру. Суровые стражи заброшенных деревень. Они верно хранят память о тех временах, когда здесь еще вовсю кипела жизнь. По пыльной дороге бегали куры, в огромной луже плескались гуси, а из летней кухни доносился аромат вишневого варенья. Бабушка всегда варила его с косточками. Вот нальешь зимой крепкого чаю, возьмешь в рот вишенку из варенья и перекатываешь ее косточку языком. Вкусно и пахнет летом, — говорила она, снимая розовые пенки. Я любил пенки намазать на кусок черного хлеба и бежать по тропинке, ведущей в овраг. Про этот овраг дед любил всякие небылицы рассказывать. — Тут раньше усадьба помещика была, — говорил дед, зашкуривая новое топорище. Большой у него дом был, а на месте нашего дома у него яблоневый сад рос. Вон та старая Антоновка от помещика осталась. Бабушка качала головой и, сдвинув брови, ворчала. — Вот что ты ерунду говоришь? Неужто той Антоновке больше ста лет? Ты ее с дубом не спутал ли? Дед только приглаживал свои усы и, толкая меня в бок, говорил. — Не слушай ее, внучок. Она тут пришлая, поэтому ничего про помещика не знает. Бабушка только фыркала в ответ и, махнув на нас рукой, уходила в летнюю кухню. А дед продолжал рассказывать. — Вернулся однажды помещик из Франции, и давай всем рассказывать, каких он улиток ел. Говорит, что там это самый изысканный деликатес. И захотела его жена, чтобы и у нее в доме эти деликатесы подавались. Говорит, что все умрут от зависти. Тогда выписал помещик из Франции виноградных улиток и поселил их среди зарослей дикого винограда. А они ж плодятся, как те кролики. За два года их столько развелось, что виноградника им мало стало. Они и расползлись по всей деревне. Мужикам-то эта забава ни к чему, им бы кусок сала да картошки вдоволь. А улитки те такая зараза, так и норовили капусту в огородах сожрать. Мужики их и топтали ногами. А помещик как прознал про такое кощунство, то велел наказывать тех, кто наносит вред его деликатесу. Приходилось мужикам собирать улиток в ведро и нести в помещичью усадьбу. А помещик, когда был в духе, то копеечку давал, а иной день даже спасибо не говорил. А когда помещика-то раскулачили, да хоромы его снесли, то и виноградник сгинул. На месте оврага-то у него пруд был, его и высушили. Хотели засыпать, да война началась. Не до того стало. Видимо, улитки все туда и перекочевали жить. Вот так до сих пор и копошатся там. У нас-то их никто не жрет, нет таких гурманов. Дед, заканчивая свой рассказ, подмигнул мне и сказал. Вот вырастешь ты, Алешка, и станешь гурманом. Тогда приедешь к деду в гости, да приготовишь улиток. Может, и я на старости лет отведаю этого деликатесу. Ну, смотри, старый, договоришься, наварю тебе этих слизней и заставлю есть, смеялась бабушка. А я однажды, когда маленький был, набрал улиток в ведро и принес на двор. Ведро спрятал в кустах смородины, прикрыв фанерой. Думал, утром сделаю им домик и буду наблюдать за их жизнью. Но понаблюдать не пришлось. Они ночью выползли из ведра и совершили набег на клубнику. Бабушка, как увидела обглоданные ягоды, так грозилась мне засунуть в штаны крапиву, если я этих тварей не уберу с огорода. Да, веселое у меня было детство, теплое и домашнее. А сейчас и овраг зарос непролазным кустарником. Интересно, живы ли улитки? Прикрывая лицо локтем, я пробираюсь сквозь заросли крапивы и репейника. Колючки цепляются за штаны, не пускают, не хочет лес принимать непрошенных гостей. Теперь это его территория, а я здесь лишний. Но я ненадолго, мне лишь бы одним глазком заглянуть в свое детство, и я уйду, предоставив лесу хранить воспоминания. Наконец я спустился на дно оврага и увидел улиток. Они все там же копошились и жили свою жизнь. Я взял одну в руки. Она тут же спряталась в свой домик. Я положил ее на ладонь и, вспомнив детский стишок, прошептал. — Улитка, улитка, высони рожки, дам тебе горошка. Улитка медленно высовывалась из своего домика, пока, наконец, не показалась полностью. Я улыбнулся. Все как в детстве. Посадив улитку на заросший мхом пень, я пошел обратно по заросшей бурьяном тропинке. Тропинка-то заросла, да память о ней навсегда останется в моем сердце. Как виноградные улитки, поселившиеся в этом овраге, навеки вечные.